сегодня мы проведем занятия в форме беседы вообще по по графику нашего курса сегодняшнее занятие должно представлять из себя разговор на тему теоэстетики искусства мы на предыдущих беседах говорили с вами о различных концепциях теоэстетики о бальтазаре о красоте о истории трансформации философского искусствоведческого и прочих пониманий красоты и сегодня мы обратимся более такой практической теме к теме искусства теме того насколько насколько красота и теоэстетическое понимание красоты актуально для искусства в наши дни искусство наши дни она существует конечно она противоречиво многообразно есть то что называется современным искусством и на мой взгляд не только на мой взгляд вообще очень распространенная трактовка эстетической ситуации нынешней культуры заключается в том что наша эпоха она находится в эстетическом кризис несмотря на то что она достигла больших успехов ну скажем 20 век 19 век достиг больших успехов в технологическом прогрессе в прогрессе социально-политическом ну и собственно мир очень сильно изменился численность населения мира пять раз увеличилась лишь за последние сто лет появилось огромное количество новых государств появились небывалые технологии то что 200 лет назад считалось невозможным сегодня является частью нашей повседневной жизни но при этом есть некие проблемы не некая недостаточность некое отсутствие чего-то важного что существовало ранее и это важное на мой взгляд является собственно эстетическим нельзя сказать что средневековье или в античности вся жизнь обыденная жизнь она была пронизана какими-то абсолютными явлениями красоты и возвышенными идеями но тем не менее тем не менее культура и мышление они были гораздо более чуткими и насыщенными эстетическими красота само понятие красоты и стремление красоте они были определяли по крайней мере западную культуру на протяжении тысячелетий кстати говоря не только западную если мы обратимся к великим культурам востока то мы увидим что эстетика в них играет едва ли не большую даже роль чем классической западной мысли практически классическом искусстве древнем искусстве средневековом искусстве романтизма я хотел бы несколько слов сказать о об искусстве ведь это тоже область такая довольно широкая и семантически не неоднозначная можно даже сказать расплывчатая то что мы называем сегодня искусством она относится к какой-то определенной сфере человеческой жизни есть искусство профессиональные художники актеры поэты музыканты есть институты которые связаны социальные институты связанные с искусством музеи филармонии оркестры музыканты и так далее то есть все что связано со сферой искусства и есть большая часть общественной социальной индивидуальной жизни которая искусство конечно должно принадлежать народу но не весь народ принадлежит искусству и здесь есть некоторая диалектика но смысл понятие искусство он меняется и вообще то что мы называем искусством это относительно недавнее изобретение ну скажем если мы будем сравнивать искусство с понятием арс латинским да то в это понятие входили не только художественные или классические любое умение скажем диалектика или риторика это тоже искусство вектора смысле да в таком прошли расширенном понимании но если мы будем говорить еще более глубоких исторических истоках трактовки искусства то мы конечно должны посмотреть на понятие техне аристотелевская некая умение способность которая связана с мудростью это сегодня у нас так скажем выразительные выразительные средства которые находятся в искусстве которые используются художниками писателями поэтами они отличаются кардинальным образом у каких-то технических и скажем научных методов познания изменения реальности а когда-то они представляли собой интегральное единство но это другой разговор я хотел бы сузить скажем эту необъятную тему и обратиться собственно к теме теоэстетики и искусства ведь сам проект теоэстетики крайне мере его бальтезарианском истоке он инспирирован и вдохновлен и неразрывен с искусством в первую очередь с музыкой с моцартом которого очень любил и вдохновлялся им бальтазар литературой поэзией всем огромным так скажем пластом европейского классического искусства которое не меньшей мере было богословски нагруженным чем собственно церковное богословие и таким образом его эстетика это то что даже не перекидывает мост от церкви к циркулярной культуре а то что видит культуру как некое единство которое служит красоте сутью которой является выражение красоты но красоты не как игры воображения только лишь субъективного внутреннего мира художника а как самой реальность это прислушивание голосу бытия и голосу вещей следование за тем что есть и все это конечно очень трудно воспринимается современным человеком но не потому что оно само по себе является каким-то слишком слишком сложным или обязывающим или скандальным но потому что некие паттерны восприятия которые господствуют в нынешней культуре которые сформировались не сегодня а в течение там нескольких столетий по крайней мере говорю по отношению западной культуре пост христианской эти паттерны они радикальным образом трансформировали эстетическое понимание того что такое человеческое восприятие и что такое красота в конечном смысле красота стала чем-то совершенно относительным тем что находится тем что существует лишь в глазах смотрящего как гласит известное выражение красоте можно спорить но нет никакого объективного критерия красоты и это является одним первым шагом к отвержению вообще существования красоты как объективный реальный ну сюда же можно отнести например сократические идеологии древние когда сократ вопрошал своих собеседников о том что такое красота и они могли говорить лишь о красивых вещах или существа но что такое красота как таковая они понятийно выразить не могли то есть красота превышает понятийное выражение и не существует единого универсального определения красоты из этого могут быть два следствия одно из следствий она как бы говорит о том что красота она настолько велика и бесконечно что искусство и вообще человеческая человеческий способ существования в мире он представляет собой путь к бесконечному таким образом что как бы человек он создан как сосуд для полноты бытия который должен бесконечно наполняться причастностью бытию которые одновременно есть и красота то есть красота это призыв на который человек откликается и на этот призыв он пытается и стремится ответить всеми возможными способами включая искусство которое является человеческим результатом чего человеческого гения человеческого воображения человеческих усилий это один из путей ответа на вопрос о том или на загадку о том что красота присутствует но она рационально непостижимо панетийно невыразима другой ответ он говорит о том что если красота не вы не выразима то и она не является объективным то есть красота сводится исключительно к эмоциональному фону к внутреннему переживанию и внутреннему движению воли и так скажем эстетика становится так скажем психологической герменевтикой восприятия тем самым она постепенно элиминируется и ставится в подчиненное положение по отношению к каким-то более серьезным в кавычках быть вещам такими как этика политика наука естествознание и так далее что мы имеем сегодня даже не сегодня а на протяжении последних столетий конечно здесь еще нужно сказать о философском развлечении красоты и возвышенного которая философской эстетики эпохи модерна им имела крайне важное значение и имеет по сей день если говорить упрощенно то красота это то что приносит удовольствие то что имеет форму просто конечно и то что скажем соответствует возможностям человеческого восприятия гармонии соразмерности и так далее но есть еще то что тоже относится к сфере эстетического но она не имеет формы она не может быть воспринято человеческими конечными чувствами она превосходит человеческое человеческое воображение человеческий разум подавляет его своей огромностью своей мощью своей необъятностью то есть пугает человека но при этом она как бы еще несет и определенное удовольствие то есть эта смесь страха и удовольствие и представляет собой результат возвышенного ну например а человек видит бурю да то есть бури нету вне формы не какой-то статичности буря она как бы своей визуальной ощутимой форме она превосходит возможности человека для восприятия но при этом она его еще и страшит потому что буря это нечто такое огромное неподконтрольное вот это как бы есть возвышенное разных видов возвышенного очень много и с эстетика так скажем эстетика романтизма эстетика а во многом эстетика модернизма и постмодернизма это эстетика возвышенного не прекрасного том числе это возвышенная может проявляться кстати говоря не в эстетической форме она может проявляться и форме в моральной в метафизической какой-то еще то есть это созерцание чего-то неподконтрольного бесформенного подавляющего и изначального изначального который выходит за рамки какой-то определенности гармоничности и согласованности познаваемость вот таким образом противовес просвещенческой рационалистической вере в то что мир устроен рационально разумно измеримо постижимо и он может быть подконтролен может быть организован соответствии с человеческими планами эстетика возвышенного она разрушая она она разрушает веру в мир как порядок мир как иерархию мир как гармония что можно урегулировать и контролировать и говорит о хаотичности и конфликт на стене а неизбежности диалектики и тем самым вот сознание и эстетическое восприятие становятся такими захваченными созерцанием вот этого самого хаоса бытия что может выражаться самых разных форм и проявлением вот этого стремления к непредставимому выходящему за рамки каких-то канонов традиции эталонов канонов эстетических и академических образов изображения и стихосложения написания музыки вот этим всем определяется искусство 20 века во многом и пластическое искусство и художественное искусство и музыкальное искусство которое открыло а тональность наличие каких-то областей звуковых областей которые раньше были недоступны для музыкального исследования музыкального выражения я уж не говорю об изобразительном искусстве в котором начало 20 века происходит перманентный взрыв увеличение количества направлений которые так или иначе отходят от классических канонов и ищут каких-то новых выразительных средств и вообще стремятся как бы порвать какую-либо преемственность с академической живописью с идеалом красоты кубизм символизм авангардизм футуризм и прочие измы это все начиная с 20 века и по сей день определяет собой то что можно знать актуальным искусством или контемпорария сюда же присоединяются различные формы такого интегрального искусства которое объединяет разные формы воздействия и выражения смыслов и идей я имею ввиду хэппининги или перформансы и прочие вещи которые в искусстве 20 и 21 века занимают очень важное место но где же здесь во всем этом разнообразии во всем этом хаосе место для телоэстетики а место для телоэстетики здесь конечно же есть это не последнее место возможно это даже место центральное и я хотел бы несколько слов сказать о авторе который не является богословом это скорее культурный комментатор культурный критик и культуролог это губер который написал книгу производства присутствия у него много книг но для нас особенно важна важна эта книга производства присутствия небольшая книга которая есть на русском языке и основная идея этой книги какая идея в том что современная культура искусство и вообще человеческая ментальность являются культурами значения то есть мы живем в мире смыслов которые производятся люди которые существуют языке и эти смыслы живут существуют в процессе постоянного изменения который происходит при интерпретации смысл порождает смысл да то есть это значение которое конкретная вещь имеет для людей и это значение возникает не самой этой вещи а в результате коммуникации между людьми и в результате функционирования культуры то есть значение это нечто вторичное по отношению самой вещи сама вещь она в себе в своей природе не несет значение значение это то что добавляется к этой природе человеку и культурой и вот эта культура значение она сама по себе не является негативный но сегодня она приобретает вот это значение абсолютно отрывается от созерцания природы вещи и становится автономно то есть мы живем в мире культуре в которой значение становится доминирующим над присутствием а что такое присутствие присутствие это очень важная категория философии двадцатого века в первую очередь здесь нужно сказать о хайдеггере и его понятие дозайн которое он вводит книги бытие и время 1927 года можно даже сказать не будет преувеличением что книга бытие и время это наиболее влиятельный и значительный философский труд двадцатого века но мы сейчас не будем в подробностях говорить об этой замечательной книги но хайдеггер что производит в этой книге что он предлагает он предлагает он развивает так называемую фундаментальную антологию фундаментальное учение бытии которое исходит из феноменологической герменевтики дозайн что такое феноменологическая герменевтика это истолкование того как существует присутствие вот дозайн как можно его на русский разными способами переводят это немецкое слово дозайн его переводят здесь бытие вот бытие некоторые его переводят как присутствие все эти разные слова они передают разные оттенки смысла но сейчас нас интересует именно вот это присутствие присутствие это слово состоящие двух частей при и суть то есть это нахождение рядом с существом случае или можно сказать бытием таким образом присутствие это существование как бы в просвете бытия это фактичность этот данный это ну то есть скажем экзистенция так вот по гумбрихту вот это присутствие оно должно уравновешивать по крайней мере значение которое придается этому присутствие и вот это присутствие она открывает двери для так скажем антологии прекрасного для того чтобы мы увидели в вещах сами вещь как не парадоксально потому что наша культура и наша постмодернистская ментальность она блокирует она блокирует доступ к реальность потому что она говорит о том что не существует фактов без интерпретации не существует ничего вне языка в некотором смысле это действительно так потому что мы существа социальные и языковые наше сознание оперирует языком но вместе с тем есть нечто неконцептуализированное то что предшествует всем концептуализациям и интерпретациям и это нечто это и есть присутствие или экзистенция или дозайн или как угодно можно назвать это можно назвать событием почему сложно говорить об этом потому что это то что выходит за рамки бантийного языка то есть здесь хайдеггер приближается какой-то уже почти религиозной теологической апофатики то есть мы можем лишь косвенно говорить о том что такое присутствие но тем не менее это присутствие но очень она фундаментально она не его невозможно обойти и более того она является более важным чем то что следует уже за ним значение смысла интерпретации дискурсы нарративы там прочее прочее все это вторично но но мы живем в эпоху когда вторичная она затемняет первичное и опять же можно вспомнить о хайдегере который говорил что мы живем в эпоху в эпоху забвения бытия забвение бытия сущие суще это то что зависит от бытия но сама не существует без бытия и некоторые исторические эпохи например эпоху 19 20 века и вообще история западные мысли по хайдегеру это постепенное задвение бытия которое когда-то вспыхнула само по себе там философов досократиков полез гераклита и так далее но в последствии последующие две с половиной тысячи тысячи лет это первичная вспышка бытия который породила философию как момент удивления тем что есть тем что дано впоследствии постепенно эта вспышка становилась все более далекой и на ее место приходило то что называется метафизикой или он то теологии то есть рассуждением и спекулятивным мышлением о том что когда-то случилось на сегодня уже находится скажем под слоем истории под слоем времени вот но она никуда не исчезает это присутствие есть и она требует внимания к себе но это больше степени хайдегерианская такая вот интерпретация в конце своей книги делает очень интересный разворот он говорит о том что многие из его коллег из его читателей говорили ему о том что он приближается к теологии а именно теологии там радикальной ортодоксии джона милбанка и того круга который близок дэвиду бэндли харту бальтазару и так далее и говорит что я никогда не слышал об этом у меня не было никакой интенсии намерения теологизировать но мне говорят что действительно вот мой культурологический такой культур философский проект он по итогу становится оказывается чем-то близким совершенно другой непонятной неизвестной не области которая называется теологии и более того теологии они постмодернистской теологии не какой-то там ортодоксальной а теологии определенные а именно теоэстетики его эстетическому проекту очень интересно да то есть человек интерпретирует культуру а его результаты его интерпретации его исследования и идея о том что присутствие утрачивается и она требует внимания требует возвращения и что мы живем на пороге новой эпохи новой культуры присутствия это все оказывается очень близким тому о чем мы с вами говорили на протяжении нескольких наших занятий то есть о бытии о творении о трансценденталиях то есть эстетика получает возможность освободиться от вот этих вот этих модернистских способов познания реальности искусство вновь может обратиться к красоте от возвышенного то есть сегодня казалось бы оставшие не актуальными но относящимися каким-то прошлым эпохам вещи 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 в области изобразительного искусства например иконопись или живописи живопись импрессионистов ван гога пост импрессионистов то что казалось бы сегодня является невозможным с точки зрения актуальной культуры то есть то что является при общепризнанным достижением но не присутствует в культуре как актуальная возможность выражения эстетических интуиций это все сегодня становится крайне актуально и это конечно же очень приближается к его эстетике которая рассматривает например картину не просто как передачу каких-то смыслов или результат результат каких-то социальных политических исторических условий или внутреннего психологического настроя и воображения конкретного автора то есть искусство искусство не рассматривается как нечто зависящее от внешних условий с одной стороны а с другой стороны искусство или конкретная картина например может рассматриваться теологически и метафизически как место присутствия бытия о чем кстати к примеру пишет хайдеггер когда он интерпретирует опять же картину ван гога есть известный текст хайдеггера который называется исток художественного творения в этом тексте он анализирует или как философски истолковывает известную картину ван гога на которой изображены ботинки старые ботинки и вот хайдеггер пишет что эти ботинки это место явлением место явления истины бытия в сущем там и так далее вот но у него собственный философский проект тем не менее мы должны сказать о том что действительно что это искусство это не просто направление направление новых форм самовыражения художник или не только то что является свидетелем или порождением определенной эпохи с ее специфическими социальными политическими культурными условиями которые определенным образом сложились и исчезнут будучи выписаны другими условиями мы можем сказать что искусство это нечто большее это то что может быть даже если не приходит на смену философии которая утратила метафизическую настороженность и внимательность искусство это то что говорит нам об истине бытия и демонстрирует возможно не понятийных и спекулятивных не в рационально постижимых формах но непосредственно через ту способность которая есть у каждого человека например зритель или слуховую способность искусство по крайней мере художественное музыкальное она позволяет нам вступить в контакт с реальностью непосредственно помимо опоследование словесного смыслового вот в этом в этом отношении искусство она конечно может стать и должно стать чем-то очень близким к его эстетике которая по своей природе является конечно же тем что прислушивается к самой реальности сколь бы ни было сколь бы ни было сомнительным и культурно нереспектабельным сегодня нашей постмодернистской ментальности речь о реальном потому что когда кто-то говорит о том что вещи обстоят таким-то образом или притязает по крайней мере даже на то чтобы сказать о чем то что скажем является универсальным то что не зависит от него субъективного взгляда что сразу происходит его обвиняют насилие что он пытается навязать свой ограниченный там локальный взгляд на реальность другим людям сказать он уже метафизика кто такой метафизик для постмодернистов это тот кто апеллирует какой-то универсальной истины в нашу эпоху апелляция к истине она всегда вызывает подозрение потому что с точки зрения постмодернистов истина это прикрытие воли класть то есть власть это воля класть это нечто более фундаментальное чем истина красота и благо и все вот эти вещи классические они как бы разоблачаются как то что существует в рамках какого-то подавляющего тотального устройства реальности устройства общества и так далее вот поэтому теоэстетика в этом смысле это не просто что-то такое вот экстравагантно это во многих во многом скандальное и то что идет так скажем против шерсти современной культуры которая фиксируется на значении на интерпретациях и на деконструкции метафизики как веры в то что есть некие познаваемые и универсальные структуры реальности которые являются мало того что истинными но еще и прекрасными и благими вот таким образом с одной стороны теоэстетика она сегодня не может конечно претендовать на то чтобы быть универсальной но с другой стороны она не может существовать притязание на универсальность потому что это ее природа и с третьей стороны возможно многие говорят о том что сегодня все устали от модернизма что требуется какая-то новая парадигма выдумывают какие-то странные слова мета модернизм постпост модернизм и так далее но дело то не в словах можно изобретать сколько угодно дело в том что сегодняшний день нету какого-то столь же актуального и столь же широко принятого и распространенного взгляда на реальность кроме того который называется ругательным словом постмодернизм который так скажем борется с метафизикой представляет себя как проект освободительный эмансипаторский но при этом вот этот проект он очевидно эстетически беден конечно нельзя сказать что он абсолютно эстетически не состоять некоторые его интуиции некоторые воплощения они вполне себе представляют нечто интересное на мой взгляд да и не только на мой да то есть я против того чтобы говорить о том что современное искусство от начала до конца и вообще как явление это неприемлемо и там нет ничего интересного нужно его просто выбросить смотреть только на полотна классиков и романтик нет совершенно я с этим не согласен потому что везде можно найти нечто существенное важное интересное это находится другой вопрос что эта культура как таковая модернистская она остается именно культуре значения мысли гумбрица и для меня как того кто продвигает его эстетику я считаю что поворот к культуре присутствия который во многом уже происходит возможно не так явно и не так очевидно но тем не менее есть определенный круг художников художников религиозных художников светских поэтов писателей мыслителей которые поддерживают разделяют эту интуицию таким образом я считаю что телоэстетика она действительно остается с одной стороны не своевременной потому что и истоки другу других эпохах других другом мира созерцания а другой стороны она крайне актуальна и я не берусь сказать сколько что что будет в центре культуры в центре мышления через несколько лет более десятилетий все очень быстро меняется и история говорит нам о том что то что начиналось как нечто маргинальное и незначительное и казалось бы неинтересное для большинства не являющиеся мейнстримом через какое-то время оказывалась в центре и определяла очень многие процессы очень многие очень многие авторы великие авторы вдохновлялись этими идеями вот поэтому я считаю что телоэстетика она является перспективно интересно хотя не все так просто и не все так однозначно вот то что я хотел сказать сегодня и теперь предлагаю вам вот у нас сегодня четверо участников четверо слушателей и предлагаю каждому из вас минут по 10 можете сказать можете меньше как вам угодно рассказать о том что вы узнали из нашего краткого курса как вы себе представляете телоэстетику как вы считаете те темы о которых мы говорили на предшествующих занятиях и сегодня волнуют ли они вас видите ли вы какие-то пути для телоэстетики в современном мире современной культуры буду буду рад если у вас есть что то сказать на эту тему так что можете подключаться все давайте с юлей начнем здравствуйте еще раз во первых спасибо большое за курс потому что он очень интересный самое главное я благодарна за рекомендации книг потому что я вот слышал например про харты из фонда узнал про харты из вашего но читать начала его именно связи вот с тем что мы говорили на занятиях и начала с конца как я говорила в прошлый раз но вот сейчас уже приближаюсь к началу восстановила правильный порядок чтения и очень такая важная находка вот ну вообще тема меня это очень волнует вот вы сказали что сейчас возвращается снова проблема выхода из вот этого плюрализма преодоления культуры значения и действительно этот вопрос он звучит из разных абсолютно вот философии например поскольку они философском учусь в разных совершенно проектах например там бадью занимается тоже местом производства единого и истины называя четыре способа производства истины ну искусство политика любовь наука вот у него четыре этих полиса тот же харман очень близок как ни странно к неакантианцам который тоже пытается предложить понятие искусства как универсального как вот всеобщего они в глазах смотрящего и он кстати тоже критикует вот такую кантовскую еще линию которая предполагает что все таки красота в глазах смотрящего он там через вот эти объекты пытается вывести к универсальному то есть очень много каких-то попыток сейчас существует вот к этой универсальности выйти ее как-то обозначить и вообще поставить вопрос о реальности в том числе через эстетику и уйти от психологизма в понимании эстетического то о чем вот вы говорили в начале поэтому да и вот ну интересно вы сказали кажется про харта как раз что он в отличие там от других авторов эксплицитно признает эксплицитно тел теолог вот он свои утверждения тезисы не маскирует а он вот говорит открыто что он хочет сказать и в этом смысле может быть действительно те способы выйти к универсальному которую я назвала они имплицитно теологи как гумбрих которого потом сказали что он на самом деле теологизировал он сказал что он не исключает этой трактовки действительно так можно понимать по текст может быть действительно вот тео эстетика как эксплицитное признание того чем мы тут занимаемся это вот очень хорошая такая стратегия нежели там допустим как харман через какие-то объекты выходить или там как бадью через его там политические проекты и так далее вот ну это просто мои такие наброски ну в общих чертах контуры к тому что я вот какие у меня возникли мысли после этого курса и еще раз благодарю потому что действительно очень рада что посетил и вообще рада что помните о эстетика есть и книжки которые вы собираетесь издавать издаете интервью это все очень очень важно спасибо давайте следующий как на экзамене потому что все стесняются но призыв такой даже не призыв а такой ну так следующий уже кто там готов идите прежде чем вы будете говорить я хотел вас спросить вы вы в калине живете да а я хотел узнать не знакомы не услышала арвапиар да 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 лично нет сарва 5 не знакома два дня назад я была в пайда где он родился вот и так и так же связано с этим местом ну конечно с его творчеством знакомы мы горды что есть есть же центр его где-то недалеко там от сталина вот я не музыкант да и я уточню но я могу вас я в другой группе поделилась такой своей находкой это связано с гесса что род гесса из эстонии папа папа родился йоханнес в пайде там же где и арва 5 и я нашла дом я не знаю где родился арва 5 вот но у меня была задача найти дом где родился вот йоханнес гесса и там конечно да удивительное место я не знаю ответила ли я на ваш вопрос почему вас это интересует арва 5 ну во первых я очень люблю его музыку во вторых сейчас в теологии в некоторых теологических кругах есть интерес к его музыке и в ну и вообще это такая фигура в эстетике музыки очень колоссальная на мой взгляд при приезжайте съездим посмотрим хорошо спасибо будет я я всех приглашаю и вас персонально и каждого присутствующего в группе ну скажите несколько слов о кио эстетике я наверно вот то что у меня сейчас возникла вот непосредственно потому что каждый раз какие-то настроения меняются то выходит одно на первое место другое вот сейчас то что мне важно сказать это то что человек я как бы да а человеке творящим скажу сначала создан по образу и подобию божьему и в нем вот это подобие она естественно проявляется в каждом человеке и другое дело как как это воспринимается я думаю все это творчество все что человек делает это творчество понимает он этого или не понимает можно и на кухне делать из но творить искусство да и мы видим что есть кулинарное искусство и это касается только мастерства уже наверное насколько это может быть вот до какой до какой до какой до какого уровня это доведено этот и поэтому ну вот так дальше вот свои потом соединю эти все наблюдения вот мне очень понравилось я сначала не понимала почему вы приводите в пример ван гога и вот сегодня у меня такая такое озарение произошло мне нравится ван гог очень нравится ван гог но вот какой вот скажем так какое отношение имеет к богословию может быть вот эта звездная ночь у меня такое родилось это связано с нашим восприятием потому что современный человек он уже понимает он осознает что вот тот свет звезд он видит да там через там не то что там а тысячи миллионы лет когда когда это надо до нас доходит как бы он видит прошло а когда смотрит на картину ван гога он он видит вот тот свет который исходит от этой картины то есть ну более близкое восприятие скажем так вот художник он как-то умеет собрать это и непосредственно дать то есть вот там человек не размышляет да как когда же вот это время ко мне дошло вот вот эта информация ко мне дошла вот какой-то сейчас вот этот новый момент такого увидела насчет я пока не буду говорить об искусстве она мне очень интересно красота если мы вообще говорим о красоте они только которая красота в искусстве и наверное это красота это то что нам говорит о жизни и жизнь вот если все время спрашивала да критерий какой жизнь нас всегда очаровывает манит и вот вот это красота которую мы чувствуем это вот эта пульсация жизни оттуда идет про бурю которую вы сказали это как бурю воспринять я вот допустим если буря воспринимала бы ее как стихии да там не одна стихия несколько стихий и это тоже проявление жизни через какой-то немножко надо так отстраниться от нее непосредственно выйти из этой бури и посмотреть на нее ну из-за какого-то из безопасного места поэтому да там могут быть разные но это эмоции которые пока что возникают они разные могут быть но в то же время они опять-таки говорят нам о жизни если это происходит даже какое-то стихийное явление и я хотела бы у вас спросить витрувий он написал трактат о архитектуре и он там выводят принципы но он вывод принцип архитектуры но архитектура как главное из искусств и там у него такие принципы это прочность польза и красота о некоторых вы говорили а вот прочность вот я думаю что в искусстве что вот такой вот критерий наверное он наверное присутствует но никто об этом не говорит то что будет проверяться не только сообществом да как мнением одного человека будет проверяться временем будет проверяться культурами оно будет исчезать как многие произведения искусства потом будет появляться то это вот как источник той жизни вот как родник чего-то с которым мы соприкасаемся и люди будут ценить это ну вот по этому наверное все сказал вам большое спасибо за курс спасибо вот но насчет а у меня еще вопрос был почему я записалась то в общем то у меня основная мотива один из мотивов был записалась на этот курс это понять что такое тринитарный принцип я кстати на на какой-то лекции от вас услышала не поняла я думаю ну ладно я пойду на этот курс может быть сама разберусь не разобралась по бальтазару вот может быть скажите как вы понимаете тринитарный принцип это даже не принцип а как бы тринитарная истина это ну центральная истинное христианство при едином боге и при единство она выражается в бытии творения как она аналогичным божественно и истина благо и красота они выражают вот эту тринитарную как разные аспекты и вот ну и чтобы более подробно и не слишком сложно и лаконично узнать о как бы связи бытия любви тринитарности и красоты я вам рекомендую найти книжечку бальтазара которая называется достойной веры лишь любовь она небольшая там буквально сто страниц но вот я думаю что лучше лучше чем там вы не прочитаете об этом но я вот не начала еще читать ее хорошо я почитаю по поводу витруве это очень интересный разговор и кстати говоря здесь можно провести связь с роджером скрутоном это книга этого автора у нас вот буквально на днях в фонде вышла книга красота может быть вы видели в фейсбуке объявление а роджер скрутон это очень интересный британский философ он некоторое время был как бы руководителем государственной комиссии по красоте в архитектуре британской и как раз вот он был как бы витрувянцем в этом смысле потому что современная архитектура она во многом уходит от эстетики красоты и все больше в сторону полезности практичности утилитарности какой-то такой вот модернистской изобретательности который и в результате очень часто строят совершенно уродливые какие-то огромные здания которые никак не если они соответствуют прочности или практичности то красоте они совсем никак не отвечают и в этом смысле конечно это очень большая тема красота в архитектуре вот поэтому можете тоже вот тут круто на что-то найти на эту тему но мне достаточно витруве для меня это важно витруве это классика но есть же и современные авторы которые размышляют на эту тему тем более современное состояние современной архитектуры оно такое же как и вообще у культуры проблема красоты она стоит остро для архитектуры тоже но я думаю я не ну предполагаю не думаю предполагаю что вот в том состоянии которое находится и искусство и архитектура это как раз связано с фрагментарностью мышления вот какой-то вот ну у человека да как разбитое зеркало он видит какой-то фрагмент он этот фрагмент воспроизводит а техника позволяет это сейчас технология очень много позволяет это делать то есть но нет у человека такого целостного мышления но это только об этом говорит потому что я по крайней мере не нахожу другого объяснения но наверное это тоже важно через искусство увидеть это что вот такое мы видим вот эти как разбитые осколки да вот там фрагмент там фрагмент это даже видно иногда вот эти ну в живописи так это искажение так очевидно но наверное в архитектуре будем тогда говорить ну вот была такая филитонная эпоха вот с такой архитектурой с такой ну значит надо было как-то пройти через это хорошо я готова флажок эстафету передать другом михаил подключайтесь здравствуйте что хоть слышно мне тут нас слышно ну конечно в первую очередь вот поблагодарить вас Олег Борисович за эти лекции которые дали немного вот такого направления куда мыслить куда что почитать куда объем большой литературы вот и Юля говорила об этом потому что в свое время лет пять назад начинал читать Харта сейчас достал его с полочки все вот его трудности восприятия именно такого философского что приходилось постоянно ну какие-то имена знакомые какие-то незнакомые приходилось смотреть какие идеи с чем он спорит и сейчас вот тот объем который вы дали он как-то немного структуризирует и дает направление ну что хотелось бы может дальше может быть какой-то отдельный вот курс по Харту по вот Красоте Бесконечного как-то может вместе с вами как-то это вот так пройти потому что ну довольно такая трудная для восприятия сразу вот книга ну вот такие вот мысли спасибо 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 по поводу курса по Харту я подумаю это очень важная книга и важный автор для нас ну и я хотела бы дополнить да когда вы говорили о Хайдегере вроде потом Гумбольд перешли Гумбрих извините иногда плохо слышно и как ну вот то что вот язык человека за ним стоит вы сказали да события и я увидела что за этим вот это событие это и есть язык Бога то есть слово Бога вот которое и есть события язык Бога и есть интерпретация это как человек его описывает вот такая так же есть или Олег да такая интерпретация возможно конечно да это близко к Хайдегеру и да вот насчет Харта я бы тоже бы хотела бы поучаствовать в таком курсе потому что я начала читать его то что нашла в интернете то что вы рекомендовали мне близко это интересно все спасибо София вы хотите нам что-то сказать да здравствуйте прошу прощения что не могу камеру включить благодарю вас за курс для меня это конечно же такая отправная точка ну как уже многие отметили что большой список литературы да нужно с ним ознакомиться несколько лет назад я прочла богословие красоты сборник статей да выступлений в том числе бальтазар хард там были гумбрих даже кажется но затем как-то это забылось а когда я нашла группу этого эстетика для меня сначала это слово этого эстетика для меня это было очень связано с византией с восточнохристианской традицией в принципе с вот этой эстетизацией богослужения вас же курс какой-то совершенно новый ракурс открыл то есть именно западные христианское понимание сближение с философией за что вам огромное спасибо за отсылки там сегодня на Хайдеггера до этого тоже на других философов мне кажется что вот в настоящее время то эстетика это как раз и есть та реакция да вот такое движение сопротивления да в ответ на этот кризис эстетический кризис о котором вы сегодня говорили ну без этого никак естественно думающие люди тонко чувствующие люди они иначе не могут а что касается о людях искусства многие же из них отмечали что они являются по сути некими приемниками то есть они ощущают эту силу которая действует сквозь них что это не они пишут не они сочиняют а это все делается через них и вот мне кажется кто кто именно они могут нам сказать что это вот что это за сила которая заставляет их производить красоту но вот а что касается сегодняшнего дня что меня настораживает возможно это вот искусство которое создается искусственным интеллектом мне интересно как к этому относится теоэстетика что это это получается такой шаг назад вот теоэстетики что это вот это наша такая тяга к тому чтобы искусственно синтезировать тексты да поэзия написана нейросетями музыка написана нейросетями мне вот интересно восприятие современных благословов и работающих русле эстетики именно вот этой вот проблемы и подписываюсь по тем что курс по харту был бы очень полезен и возможно даже какие-то элементы медленного чтения то есть отдельные фрагменты чтобы их вместе обсуждать как-то делиться интерпретацией собственным пониманием спасибо вам большое за вашу работу за ваши лекции спасибо ну вот эта тема искусственного интеллекта она действительно сегодня очень популярна и для теоэстетики мне кажется здесь есть предмет для обсуждения возможно для полемики но в первую очередь я считаю что необходимо более так скажем философски состоятельно и обстоятельно обсудить что такое искусственный интеллект и когда мы говорим что искусственный интеллект творит создает картины поэзию используем ли мы слово творчество в том же смысле как говорим о человеке или к примеру когда мы говорим что шахматист играет с компьютером в шахматах шахматист а компьютер играет ou или он выполняет алгоритм который в него заложили программисты, то есть другие люди. То есть, по сути говоря, компьютер – это опосредование механическое, ну там электронное, которое через которое играют люди. С одной стороны это шахматист, с другой стороны другие люди, которые создали этот компьютер, заложили в него алгоритмы и так далее. То есть играть в шахматы – это не просто высчитывать алгоритмы и переставлять фигуры. Это сложный процесс, который вовлекает все существование человека – физическое, психическое, духовное, воображение и так далее. То есть, говоря о том, что компьютер играет в шахматы, мы используем метафору, мы не говорим это в том же самом смысле, как если бы мы говорили о том, что два человека друг другом играют. То же самое с творчеством. Когда мы говорим, что компьютер пишет стихи или пишет картины, мы не используем понятие писать картины или творить по отношению к компьютеру в том же смысле, как к человеку. Потому что онтологически – это разные вещи. Вот. В этом смысле здесь есть над чем подумать. И спасибо вам за эту идею. Я думаю, что возможно, даже мы какие-то специальные мероприятия, круглые столы проведем. Но действительно, я согласен с вами, что сегодня эта тема в определенных кругах очень популярна. Творчество искусственного интеллекта, картины, поэзии и так далее. Ну и опять же, по харту мы будем думать, раз проявляется такой интерес к этой книге, к этому автору, то я думаю, что через какое-то время мы к нему вернемся. Ну а в целом, хочу поблагодарить всех участников нашего сегодняшнего мероприятия и всех тех, кто участвовал, был с нами на протяжении этого курса. Хоть число и небольшое участников, но дело в качестве, а не в количестве. в таком вопросе. Потому что, как я говорил, сегодняшний мир, его больше заводит вопрос количества, а качественный вопрос остается за кадром. И вообще, телоэстетика, это проект и внимание к качествам событий, к качествам вещей, которые довольно индивидуальны и не могут быть так очень просто подсчитаны или как бы внешне описаны. Вот. Ну, еще раз всех благодарю. Тогда на сегодня мы завершаем. Можно я вопрос скажу? Да. Если я по R-VPR, то что-то интересное найду. Скидывать в группу? Скидывайте, конечно. Можете мне писать в Facebook, можете писать на странице телоэстетики. Будем общаться. Все ваши предложения, идеи мы с радостью воспримем. Сегодня соцсети позволяют быть в контакте. Как я поняла, вы знаете, да, про этот центр? Я знаю, да. Я мечтаю когда-нибудь познакомиться лично с R-VPR, посетить Эстонию. Но сейчас такие времена, что неизвестно, когда это можно будет сделать. Александр Семенович Филоненко, он даже попросил меня передать невестке Анне, вроде бы, да, зовут Пярд. Привет. Ирина. Ирина. Ирина, да. Я даже с ней не знакома. И хотя она в образовательной среде я поспрашивала своих знакомых, кто, ну, такие, ну, в других школах работают, в частных. Они, говорят, тоже нигде не встречались. Ну, там, ни на Олимпиадах, нигде. Так что, ну, всякое в жизни бывает. Я думаю, там у вас страна не очень большая. Может быть, где-то и можно будет найти контакты. Да, 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 я обязательно поделюсь, я такой человек, если что-то нахожу, сразу делюсь со всеми, всем рассказываю, что, что новенького. Интересного и новенького. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо всем.